здравствуйте друзья доброе утро вторник сегодня писали вчера повсюду что сегодня у нас президент трамп собирался президентским указом отменить если не на сто процентов но как бы существенно по отменять всякие решения которые были приняты администрации обамы в отношении загрязнения окружающей среды там и так далее то есть как бы бизнес жалуется что ну вот эти вот требования по окружающей среде как бы мешают делать бизнес но вот еще еще пока не подписал до момент моего выезда из дома сейчас у нас девять утра а соответственно вашингтоне полдень вот пока вроде не подписал но должен был сегодня подписать там грозятся что будет масса там всяких судебных исков по этой части и так далее то есть просто так его легко нет вниз не обойдется но почему вот мое внимание это привлекло там был такой разговор что угольная промышленность она про угледобывающая индустрия практически померла ну как бы обама ее добил вот этим вот требованиям по окружающей среде но пишут что не в обаме дело то есть и и и до обамы в течение десятилетий сокращался найм в индустрии и в частности он сокращался из-за того что машины внедряли которые занимались вот вот этим делом я не знаю деталей там угледобычи но понятно что там техника присутствует и вот обама обещал шахтером как бы что вот мы там вернем там вас к жизни там и так далее но вот говорят что конечно ты можешь там отменить то что там обама делал но это не создаст там много рабочих мест а все равно это как бы индустрия помирающий с точки зрения найма с точки зрения найма помирающий вчера же сегодня вчера сегодня сегодня да значит я прочитал результаты исследования которые делали люди из м айти это мы сочетский технологический институт и из бостонского университета они там рядышком находятся вот делали исследование о том каким образом роботизация влияет на найм на зарплату на разрыв между теми кто зарабатывает много и теми кто зарабатывает мало и они охватили данные которые есть с 1990 года по 2007 то есть последние 10 лет туда не вошли вот с 90 по 2007 и пишут что роботизация там у них более точно есть всякие выражения этого всего я не и по памяти даже если хотел бы не вспомнил но суть исследования вот в чем что роботизация увеличивает разрыв между теми кто зарабатывает хорошо и теми кто зарабатывает плохо в первую очередь она выкидывает людей которые не имеют образование имеется ввиду высшего такого поприличнее не то что они там high school не закончили имеется ввиду у кого нет образование больше чем high school и с точки зрения заработков это влияет на нижние 10 процентов людей по заработкам в стране да и то есть есть 10 процентов которые меньше всех зарабатывают и 90 которые зарабатывают больше чем вот вот эта граница вот разрыв между десятью процентами и вот теме 90 не то что там 10 внизу и 10 вверху нет вот 10 внизу и 90 остальных вот этот разрыв продолжает увеличиваться в стиме на в силу роботизации потому что роботы как раз вот используется там где монотонная какая-то работа там сборка и значит он еще год угледобычи как вы видели там вот какие такие процессы рутинные так что еще до этого за пару дней писали что проблемы с дешевой рабочей силой и из мексики во первых она как бы иммиграционного характера да если мы начинаем жестче держать границу и так далее то как бы этой рабсилы становится меньше или там совсем прекращается с одной стороны с другой стороны писали что демография латинской америки меняется таким образом что там просто мало становятся молодежи которая хотела бы вот так жить и вот двигаться куда-то там через континент поэтому в некоторой перспективе там относительно близкосрочной это не 50 лет это гораздо гораздо ближе даже если бы мы открыли границу сказали бы все кто хочет заходить со стороны вот оттуда да из латинской америки особо желающих как бы много и не будет и уже сейчас кстати тенденция к тому чтобы было меньше так вот тоже говорили что это приведет к роботизации дополнительно автоматизации механизации там как угодно назовите в строительстве в сельском хозяйстве в тех индустриях где много эмигрантов работает так что вообще эффекты роботизации механизации вот они со всех сторон наблюдаются например мы довольно часто получаем какие-нибудь посылочки там из амазона и амазон это не крупнейшая там торговая сеть такая онлайн но это еще и упаковка доставка то есть это как бы такой монстр колоссальный и вот смотришь приходит коробки какие-то и какого бы размера не была коробка ты начинаешь думать вот а а что же в ней там внутри вот какого размера то есть коробка может быть очень большая а дальше там вынимаешь из нее какую-нибудь пяти тюлечку и думаешь мама родная это как же же они в такую коробку такую пяти тюлечку и уже жених поменьше коробки что ли не нашлось там это мне напоминает про василия ивановича как он петьки говорит знаешь петь к меня сегодня в партию членом записали тот говорит да что же у них василия карандаша что ли не нашлось понимаете и я вот тоже так думаю что же они так вот в большую коробку а дальше нам объясняют что удобнее так с точки зрения там механизации то есть скажем может быть можно было бы сэкономить на коробке действительно там несколько центов но тогда ты теряешь на раб силе которая вовлечена в это во все и есть эти интересные материалы там публикуют о том как amazon упаковкой занимается сколько человеческого времени в среднем живого человека уходит на там одну посылку чтобы ее реально отправить другие смешные секунды и вот вот это то что меняет страну и попытка людей вернуться вот туда вот туда где не было роботов где не было этого ничего фактически обреченная то есть надо как-то социально общество переустраивать социально не технологически представьте себе что вот 200 лет назад рабочие английские там французские которые ломали станки чтобы сохранить рабочие места тот же самый процесс был вот последние 200 лет вот она идет и идет и ломали станки представьте себе что было бы была бы демократическая форма правления и они бы избрали власть которая приняла бы меры против внедрения станков да вот это то что у нас сейчас так примерно получается то есть вот эти люди эти люди чувствуют себя выброшенными из жизни и в этом безусловно вина как бы правящих элит которые сосредоточились на совсем других людях а про этих забыли ну и соответственно вот они так как-то повлияли на настроение в обществе на на выборы результаты выборов и еще интересная статистика я смотрел о том у них там термин прям специально для этого есть типа как люди да там добровольно уходящие из жизни как-то вот так ну вот самоубийство и вот эти самоубийства там была статистика по людям небогатым по синим воротничкам и и вот мы видим там такую картиночку они нарисовали там соединенные штаты карта штатов и там в каких местах там больше меньше и так далее и так они еще прослеживают во времени и видно что растет причем так знаете на картинке там такая драма что ну такое ощущение что вся страна уже у нас сама собой норовит покончить это не конечно не так но но в общем то как тенденция это присутствует то есть выброшенность из жизни начинает приобретать такие формы эти не очень симпатичные и вот когда мы со светлой в октябре ездили в штат мичиган и сергеем да там другая америка канал друга америка от мы с ним ездили там и вот эти маленькие такие но как поселком не назовешь городом тоже ну такие вот населенные пункты там по 7 по 8 по 10 по 12 тысяч населения где вот приезжаешь даунтаун это вот тут все цветет и все строится слева и справа а там смотришь стоит вот какой-то даунтауну там одна улица фактически и на этой улице там работает пив-бар и там не знаю что еще столовка вот а все остальное заколочено и какие-то цеха вокруг такие видно фабричные такие помещения и вот тоже заколоченные все это такое заколочено вот это ощущение заколоченности она там присутствует но просто невероятно вот со всех сторон заколочено да так что интересно интересное время у нас сейчас интересные решения это борьба как бы вот вот уходящего и приходящего какие-то очень быстрые перемены которые не укладываются не укладываются в жизнь одного поколения вот человек живет свою жизнь да и он не может себя обезопасить от того чтобы в какой-то момент оказаться выкинутым из этой жизни то есть как-то вот мы когда смотрим там на людей в технологиях внутри этом грубо программист программист который начал программировать там скажем я не знаю в семидесятом году он за это время есть он все еще работает вот представьте себе там сколько там вот он за это время переучился на раз пять или шесть ну так серьезно переучился и и не только программисты врачи переучились и инженеры механики я сейчас могу себе только представить как они работали там 30-40 лет назад там 50 за своими кульманами и как они сейчас работают то есть люди все время переучивались и это становится таким существенным элементом жизни что если ты не вовлечен постоянное переучивание то уже не так важно там ты с высшим образованием и там или не не с высшим но но ты ты выпадаешь из жизни то есть даже человек который не занимается чем-то технологическим вот он все равно должен как-то расти и соответствовать и это то чего никогда раньше не было в истории человечества всегда чек там ну я не знаю вырос школу закончил пошел работать и работал себе и там вырос школу закончил закончил институт и работает себе ну там по ходу дела где-то там по мелочи конечно растет там и все такое ну так вот не то чтобы каждые там 5 8 10 там лет он должен как как заново начинать многие так почти как заново вот а сейчас это становится таким естественным состоянием и переносится уже из каких-то узких областей где относительно небольшое количество людей должны были соответствовать постоянно в другой мир где нужно все время соответствовать и все время двигаться и вот это очень большой стресс для общества отсюда и здоровье и недовольство какими-то социальными общественными процессами и протестное голосование там и все что угодно все что угодно так что видите как получается что те процессы которые идут заставляют людей как бы начать думать о чем-то о чем они раньше просто не думали так что я думаю я полагаю что вот и вот это протестное голосование за трампа и те процессы которые он тут пытается сделать вот в частности с экологией то есть от отходом назад с с экологией и в широком смысле вот как как бы попытка спасти попытка спасти уходящие виды работ отрасли экономики уходящие с автоматизации роботизации механизации вытеснением простого такого труда да и глобализация тоже это как бы такой процесс в общем то он с одной стороны необходимый с другой стороны темпы какие опять это способствует вытеснению людей с рабочих мест выкидывание их из жизни в общем такая история так что друзья мы едем с вами вместе вы наблюдаете мою поездку на работу а работа наша связана с тем чтобы обучать людей именно вот этому именно тому чтобы потихонечку создавать инструментарий который на самом деле повышает производительность а повышение производительности как правило явно не явно там быстрее медленнее ведет к изменениям структурным и в экономике и характере выполняемых работ и в частности к изменениям в занятости так что наиболее стабильные виды работ которые помогают вытеснить других людей с работой я такую обобщаю конечно может быть через черт но в общем как как тенденция да то есть в технологиях работы хватает а технологии это именно то где создаются вот как бы новые способы работы которые меньше нуждаются в людях особенно вот в тех которые низкой квалификации их легче заместить скажем хирурга заместить трудно хотя мы с вами знаем что у хирургов там вообще у медиков появляются тоже технологические вещи которые позволяют им делать то чего раньше делать они не могли но понимаете хирурга нельзя сравнить с тем кто лопатой копает знаете вот стояла 10 человек копала лопатой поставили экскаватор он теперь вместо них или там 100 человек а появление технологий не позволяет заменить хирурга который все равно там нужен теперь еще только более высокой квалификации то есть там там технологии позволяют просто лечить такие вещи которые раньше они не могли лечить так что хотя наверное и производительность труда тоже растет я так думаю в общем сложные процессы очень интересные и мы с вами являемся свидетелями этого всего так что понаблюдаем что же я приближаюсь к месту прохождения действительного найма так сказать или так бизнеса я как владелец хотя я сотрудник корпорации я на самом деле наемный человек чисто технически то есть я такой же сотрудник как и все остальные то есть моим работодателем является наша корпорация вот так что в общем к месту прохождения приближаюсь и всем вам привет у меня сегодня новая группа и я надеюсь что появятся новые лица появятся новые люди которые захотят сниматься у нас тут на канале хотя надо сказать что как-то стесняются стесняются есть люди так как бы не публичные хотя я должен сказать что мое наблюдение такое что те кто легко снимается как бы без комплексов у них и дальше все так идет легче о google мобил какой-то к нам едет так значит у них все проходит легче может быть в силу того что вот они такие более легкие более открытые не могу не могу так как-то науки под это дело подвести но как факт могу констатировать что они в общем будучи шустрее в смысле съемки на камеру они же и шустрее и в других видах деятельности своей так что это как факт сто процентов в общем друзья я уже с вами давно прощаюсь но теперь уже точно прощаюсь и до скорых встреч а и и и Продолжение следует...